Пик высокой летней температуры спровоцировал рост и распространение неприятного морского растения комки. Муниципальное предприятие объединения курортных услуг объявило водорослям непримиримую борьбу, которая ведется круглосуточно. В этом году мы уже вывезли 5890 тонн комки. И в бытовухе, где-то бытовой мусор, на свалку возим где-то около 800 тонн. Получили по инцитиве главы города Сергеева Тихорецкого завода дисковую фрезу, которая специально для песка ведет барнование, где твердый песок уже утоптанный. Вот, чтобы ее поднять, у нас пальчиковая фреза не так хорошо отправляется, а это диски, где регулируются уклоны, глубина. И вот мы дискуем пляжи. Это чтобы был пушистый? И сзади идет такая установка, разравнивает, и человек приходит, становится ногами, ему приятно. Силами объединения курортных услуг наводится частота на береговой линии Пионерского проспекта от поселка Витязева до центрального пляжа Анапы. Это более 12 километров. Шикарные анапские песчаные пляжи привлекают массу отдыхающих и жителей города-курорта. Особенно много семей с детьми. В этом году на центральном городском пляже новшества запрещено курить. Постоянно через радиорубку объявляем, урны поставили везде, все, курение на пляже запрещено. Урны у нас 50 штук на пляже только на одном стоит. Если комку не убирать, течение прибивает ее к берегу, и растение начинает гнить. Морская вода меняет цвет и становится мутной, что и происходит буквально по соседству с центральным пляжем на территории, переданной в аренду нескольким здравницам. Есть еще один неприятный фактор. Ведется несанкционированная торговля прямо на этом пляже, а на входе снуют предприимчивые орнитологи с навязчивой услугой сфотографироваться с попугаями и любителей нажиться на фото с мартышками. Пляжи – главная ценность Анапы. От станицы Благовещенской до Утреша. Сколько бы ни было других развлечений, люди едут в Анапу в первую очередь ради моря. Купания и солнечных ванн на теплом песке. Так что всем владельцам и арендаторам пляжных территорий нужно беречь общее богатство города-курорта, раз им оказано такое доверие.